В Харькове прошли первые два дня обучения семинар и предоставлены посвящения скауты, украинские скауты. Поэтому я вас попрошу подробнее об этом рассказать. Олеся Коробко, представитель ПЛАСТа, и Елена Шеркова, координатор проекта. Давайте определим, кто... Да, я, наверное, начну рассказывать. Добрый день, меня зовут Елена Шеркова. Я являюсь представителем волонтерской группы Health Barney. Это волонтерская группа, которая оказывает помощь нашим солдатам в зоне АТО. И у нас есть отдельный проект по подрительскому воспитанию молодежи. Он называется «Воин-волонтер-военком». Это когда мы выходим в школы и рассказываем детям, берем в состав этой группы воинов, которые рассказывают, как, ну, воинов-бойцов, которые рассказывают, как там АТО. И берем с собой волонтеров. То есть нас, мы рассказываем о том, чем мы занимаемся. Потому что не во всех семьях есть волонтеры. Не все дети знают, что такое волонтерское движение, которое сейчас в Харькове, знаете, 15 тысяч волонтеров. Которые занимаются помощью в самых разных направлениях. Поэтому мы вот вышли в школу, чтобы рассказать детям, как, что мы делаем. И в составе группы есть лицейкл военкомата. Потому что мы встречаемся с взрослыми детками в основном, которые уже должны встать на учет в военкоматах, которые мальчики, будущие защитники нашей страны. И этот проект был придуман в качестве обратной связи. Потому что дети очень много помогали нашей волонтерской группе. Помогали. Они пишут постоянные письма на фронт. Они подписывают открытки. Они учитывали активное участие в нашем празднике свято для солдата. Это когда мы собирали у детей подарки для солдата. Отвозили на фронт. Это была большая акция. И можно было видеть на всех каналах телевидения. И многие дети узнавали свои рисунки в телепередачах. И вот когда возникла идея дать обратную связь детям, чтобы приходили воины в школы и рассказывали. И показывали детям в Риге, какие детки плывут лучше. Мы столкнулись с такой проблемой, что наши дети, к сожалению, вынуждены сами себя воспитывать. Что вот очень большой пробел в нашем городе или в стране. Я не могу точно обреглить именно в патриотическом воспитании молодежи. Но поскольку у меня уже у самой взрослой дочи, когда-то у меня была идея, такая светлая идея, чтобы она стала скаутом. Поэтому мы стали изыскивать ресурс, кто может восполнить. И одновременно так совпало, что у нас была поездка во Львов, наша волонтерская. И там встретились со скаутами. В общем-то оно так все по времени совпало. И мы решили найти скаутов в Харькове. У нас их оказалось двое. Это Леся и Сережа. И решили помочь им восстановить в том объеме скаутскую организацию, которая должна быть в Харькове. Это должна быть, по нашим прогнозам, это должна быть мощная организация, в которой будет много детей. И что сделала наша волонтерская группа? Мы поставили плечо, по сути, нашему скаутингу, Харьковскому, Харьковскому пласту. Мы поставили свое плечо. Как старшие товарищи, мы сказали, что мы вам все поможем. У нас есть большое желание возродить пласт в Харькове. У нас есть большое желание принять участие в этом, но у нас совершенно нет опыта скаутов. У нас нет нескольких поколений скаутов, как это есть в других странах, как это есть в других регионах Украины. Потому что мы сегодня стали Харьков 25-м регионом Украины, в котором возродился пласт. То есть 24 региона, а мы Харьков Серебряный регион. И мы очень рады тому, что именно Харьков получил юбилейное число 25. И мы рады сегодня говорить о том, что да, у нас состоялся этот семинар. Мы с опаской ожидали, придут люди или не придут. Мы понимали, что это сложное дело в такое неспокойное время. Именно пласт развивать, потому что это все-таки национальная скаутская организация, всеукраинская. Но мы решили все равно на это. Мы говорим сегодня ребятам, скаутам, добро пожаловать в наш Харьков. В семинаре приняла участие очень большая, слаженная команда со всей Украины. Это были скауты из Киева, это были скауты из Житомира. И что особенно порадовало, у нас руководителем семинара, комендант называется, комендант называется в скаутинге. Это была девушка-представитель Славянского, из города Славянска. Это пласт в Славянске. И это нас дуже надохнуло, потому что Славянск такой же город, как и мы. Он тоже прифронтовой. И то, что там работает сегодня пласт, и то, что там ребята не испугались, не уехали и остались. И во время, только выезжала Марина во время оккупации, она выезжала с ребенком, потом вернулись и сейчас работают, ходят в форме, специальная одежда, у скаутового настроя называется. И мы все были рады с этим познакомиться и получили очень позитивный большой настрой. Мы получили большое количество людей, даже больше, чем мы планировали. Мы думали, что у нас будет участвовать в обучении порядка 10 человек. У нас приняло участие более 30 человек, которые пришли в первый день, во второй день. И это было ошеломительно, и мы называем это успехом. Первые шаги. Олеся, расскажите, пожалуйста, об идеологии, потому что, честно говоря, я, к своему большому сожалению, и не слышала, и не знаю, что такое пласт, и, может быть, начиная с названия, есть ли какое-то трактование этого названия. Спасибо. Конечно, есть трактование названий. Если вы знаете, то скаутинг классический пішел от слова скаут, то есть разведник. В украинской культуре разведниками называли пластунив. И, соответственно, от слова пластун пішла назва пластун. В американцах, в английских, есть скаут-розведник, а у нас разведник пластун. Это и название нашей организации. Пласт появился в Украине в 1911 году, еще не в Украине. Это было через 3-4 года после засунувания всесвитнего скаута. ИТУ, фактически, наша организация является очень старой и ветераном скаутингу в мире. Она была в Диаспоре и фактически родилась в 80-90-х годах за помощью поддержки с Диаспори наших украинцев. Этеология организации, основная мета нашей работы, это сприятий всебечному вихованню и самовихованню детей на засадах христианской морали. То есть это патриотичная складыва, певная складыва моралистики, складыва физического вихования, вишкольная система. То есть тратить детей до будь-яких жизненных и надзвичайных ситуаций, с которыми она может встретиться протягом всего своего рода. Что можно сказать о Харкове? Ви уже сложили какие-то планы на ближайшее время? Так, до сегодняшнего дня в Харкове функционировал всего один герточок детей. Это около 7-10 детей, в веку 12-13 лет. И это, на самом деле, за 20 лет в Независлавной Украине уже был определенный крок, потому что до этого, на жаль, власне никак не мог родиться в Харкове. Но за допомогою наших партнеров мы надзвичайно вдячны, потому что их помощь просто не оценена. Мы наконец-то имеем возможность иметь место, иметь возможность развиваться, рассказывать людям о нас и иметь поддержку небоедущих людей. И я добавлю, что, да, конечно, мы начали с того, чтобы составить какие-то вещи в своей работе, какой-то график работы. И, естественно, у нас продолжаются занятия, теперь у ребят будет такая пластовая домивка, она рассташевана на уголе АУ-12. Это каворкинговое пространство, которое находится на первом этаже, там объединение самопомощь находится, на втором этаже каворкинг, который могут использовать любые общественные организации для того, чтобы занимать это место. И там будут проходить занятия с детками. Из больших мероприятий, то, что мы запланировали, 18-19 апреля мы везем деток во Львов, и там состоится свято-першая пластовая присяга. Это такой большой праздник. Ну, в Венеции бы его назвали карнавалом, в советское время его бы назвали парадом. То есть это во Львове традиционно съезжаются скауты со всего мира на праздник первой пластовой присяги. Ведь скаутинг – это пожизненная члена, ну, то есть и пласт – это пожизненная члена. Многие скаутки-организации являются возрастными, то есть до определенного возраста ты скаута, потом уже нет. Пласт, в отличие от скаутских организаций всемирных, он является пожизненным. Поэтому там будут, как молодежь, там сейчас с двухрочки уже приходят до пласта, потому что выросло несколько поколений в Астонии, в Украине, которые хотят своих детей тоже туда привезти. Вот, и ограничений нет. Там будут 80-90 лет скауты. И мы считаем, что для того, чтобы нашим детям показать, какой он на самом деле украинский скаутинг, как выглядят пластуны не те 5 человек, которые… Ну, чтобы дети не воспринимали, что 5 человек или 6, которые приехали и вели у нас семинар, что это не отдельно взятые люди, что есть масса людей в Украине и во всем мире, которые тоже являются скаутами, и у которых есть свои цели, свои идеи, у которых есть речевки, песни, времяпровождение совместное. Вот у нас запланирован такой выезд. Мы запланировали его для 4 категорий деток. Это 1-я категория деток, которые уже занимаются в кружках в Харьковском власти. 2-я категория деток, которые участвовали в наших семинарах. Это дети взрослые, которые приняли участие. 3-я категория детей – это детки, оставшиеся без попечения родителей, когда папа погиб в зоне АТО. Мы считаем, что таким детям мы можем помочь, потому что сейчас к скаутам примкнули большое количество воинов, немобилизованных из зоны АТО. И вот обеспечение вот этой обратной связи, когда ему не хватает папы, папы, который был мобилизован и погиб, и появляется, ну, трудно назвать замещением это, но нам кажется, что это поможет вылечить две души, и ребенка, и воина, который пришел. Потому что его нам очень тяжело адаптироваться. Это 3-я категория. 4-я, на которую мы тоже обращаем внимание большое – это детские переселенцы, которые сейчас большое количество в Харькове. И которым мы тоже хотим сказать, что Украина, она вот такая разная. И мы хотим тоже рассказывать, чтобы они пришли в этот пласт, где они найдут своих добрых и друзей, в которых будут занятия они проходят. Ну, в пласте самые разные занятия по самым разным направлениям. Это и пасанкарство, и пересование, и карате. То есть все, что они могут делать, чем они могут заниматься, они могут это делать со старшими своими друзьями. Это пластуны. То есть ребята их будут всегда сопровождать, ребята всегда им помогут, подскажут. Но мы всегда подставим плечом, мы волонтеры, мы всегда рядом с такими инициативами, поэтому мы готовы всегда поддержать. Вот такая большая будет у нас. Потом, буквально через неделю у нас состоится открытие пластовой доминки, торжественное мероприятие, когда уже дети приедут из Львова, они увидят, что это такой пласт. Мы сделаем официальное торжественное открытие этой пластовой доминки, уже на тот момент как-то ее обустроят детки, которые учатся в пласте. То есть традиционно предусмотрено так, что пластовую доминку дети обустраивают сами. Они могут рисовать на стенах, они могут рисовать рисунки, они как-то обустраивают свой дом, в котором они будут жить. Поэтому нам нужно немножко время, чтобы пригласить вас на торжественное открытие. Третье мероприятие, которое у нас задумано, это выступили сами дети уже, которые участвовали в семинаре пластовом. Мы посадим колыновый гай. То есть у детей есть такая идея, посадить возле своей школы колыновый гай. Вот традиционный субботник апрельский, на день рождения Ленина, дети предложили заменить чем-то важным и нужным для них. Это дети, которые учатся в старших классах одной из хайперских школ. И причем тут же на семинаре появились дети, которые тоже хотят в своих школах это сделать. Это такое движение. Конечно, мы им поможем. Мы им поможем саженцами. Мы приедем туда, поможем им рыть ямы. И мы поможем им сделать таблички. Вот все, что нужно, все, чем могут помочь волонтеры, как старшие товарищи, конечно, мы будем помогать. Вот это такие три знаковых мероприятия, которые мы наметили на ближайшее. А дальше приложится. Дальше мы будем детей везти в лагеря скаутские. Это лагеря и за границей. Это лагеря на Западной Украине. Планируем провести лагерь. Также у нас в Чугуевском районе есть военно-потребительский лагерь, который готов принять наших деток. Уже достигнута договоренности, который работает много лет в лагере. Готовы принять наших детей скаутов тоже на какую-то программу. У меня пару уточнений. Скажите, с какого возраста можно... Я поняла, что ограничений возрастных нет. А вот именно с какого возраста можно прийти и быть пластуном? С трех роков. У нас есть пять категорий пластуни, можно сказать. Это с трех до пяти роков. Мы их называем пташата. Потом до шести до одинадцати – это новатство. До восемнадцати роков – юнацство. Далее до тридцати пяти – старше пластунство. И по життям и членству имеют сеньора. И, соответственно, цель нашего аудитория, можно сказать, это дети до восемнадцати роков, которых мы получаем, которых мы пытаемся передать какие-то знания, либо, короче, вытягивать их сейчас за компьютер. Потому что, на самом деле, меда пластов, она так же трансформуется с тем, что мы имеем на сегодняшний день. И на сегодняшний день для нас самое важное – это показать нашу страну, развивать какую-то патриотичную складовую и так же развивать в них какую-то цикависть до точающего света, а не просто до каких-то девайсов и так далее. Вы сказали, что Украина очень разная. В Славянске это движение сколько существует? То есть можно ли у них подчеркнуть какой-то опыт? Несмотря на то, что карта такой большой… Смотрите, когда мы обратились к пластунам к нашим, мы обратились также параллельно к руководству в Киеве. Это большая организация скаутская. И мы получили полную поддержку, гарантии того, что у нас, ну, во-первых, инструктора приехали, инструктора грамотные, знающие, которые много лет уже являются сами пластунами, уже больше, как ищи сроки, это самый маленький стаж у инструкторов. И, конечно, мы просим помощи у них, мы просим поделиться. И они готовы. Вот в чем отличие скаутинга от всего остального? Это обратно на всю жизнь. Они с удовольствием делятся всеми своими планами, наработками, семинарами. Причем есть огромный пластовый портал, на котором все время, каждый день идут новины от каждой организации районного или областного уровня. Сейчас как раз идет формирование вот этих летних лагерей. И каждый день мы видим информацию, что приглашают этот лагерь, приглашают этот лагерь. То есть эти приглашения выставляются, и можно в онлайн-режиме зарегистрироваться на любой лагерь. Ты можешь, любой ребенок, даже не будучи пластуном, а будучи прыхильником или заинтересованным, он может поехать. Это совершенно небольшие деньги для многих категорий. Это вообще бесплатно. То есть для детей-переселенцев, для детей-бойных погибших. Это будут вообще бесплатные программы. Для всех остальных это небольшая, ну, скаутинг вообще состоит на том, что все делается вскладчем, называется вкладка. То есть мы считаем, сколько нам стоит то или иное мероприятие, и делим эту сумму затрат на всех. И очень часто мы получаем некоторые вещи бесплатно, как, допустим, помещение вот нам сейчас предоставляют бесплатно, там кто-то нам предоставляет питание бесплатно. Это очень, в Харькове это очень развито. Ну, а славянская организация, я, конечно, очень поражена была вот самому духу украинскому, самому настрою. И вот как эти ребята самоотверженно отстаивали свою Украину в оккупированных территориях. Конечно, они нам дадут много, ну, и дают уже, и своим присутствием на этом семинаре, они уже поделились с нами и настроениями, и своей самоотверженностью, и своей открытостью, своей духовностью. Ну, то есть, у меня-то сложилось такое представление, что лучше, чем скалоты, вообще людей в мире нет, вот честно скажу. То есть, и там можно оставить любые вещи в этом открытом пространстве и вообще не переживать, что они куда-то денутся. То есть, они живут по 14 заповедям, которые обязательно для выполнения каждому скалотом, и даже вообще ничего быть не может, ни каком-то, ни обманении, даже... Ну, я даже... О кривизне сознания речь даже не идёт. Доверие. Это, ну, вот буквально каждая мелочь, не то, что продумана, в ней она несёт какой-то духовный смысл, какую-то духовную нагрузку. И вот это приятно. Ну, а пласт в Славянску, это вообще запредельная вещь, на мой взгляд. Конечно, мы запланировали в ближайшее время поездку к ним, нам хочется к ним приехать, нам хочется помочь. Они сейчас обустраивают доминку свою, они это делают собственными силами, ремонт они делают там сами, детки. То есть, там, ушарпанные стены у них совершенно, да, мы поедем, мы будем рядом с ними, и будем у них учиться там практике, которую знают они, и будем приносить им пользу, которую можем вместе мы. Будем теперь здороваться. Левой рукой, да. Спасибо вам большое. Ждём вас с новыми результатами вашей работы, и надеюсь, что в Харькове ваша организация будет только богатеть. А мы всех приглашаем, всех неравнодушных людей, мы приглашаем на Google 11 в нашу пластовую доминку, мы приглашаем инструкторов, мы приглашаем неравнодушных, мы приглашаем любознательных, кто хочет знать, что такое пласт. Всегда там готовы встретить наши развидники, и рассказать, да, пластуны, и рассказать, что такое пласт, и как ты можешь любить свою страну, ставшую развидником в пластуне. Здорово. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.